Привет всем! Мое включение из города Суздаль. Сегодня мы здесь отдыхаем уже последний день из десяти. Да-да, мы аж на десять дней сюда приехали. Обычно три-четыре дня, а в этот раз решили подольше, потому что видимо засиделись уже в квартире. Набралась с собой очень много проектов, и распуск, и новый проект вязания, и какие-то расчеты. Но естественно я мало что сделала. Очень наделась взять один джемпер, но что-то мне вот даже его не удалось связать. Сейчас его покажу. Нам очень повезло с погодой, было мало дождей, много солнечных дней. Мы открыли для себя пляж на Нерли. Проводили там часа по три-четыре на пляже песочном, и на другой стороне реки отвесный берег с ласточками, которые там гнездятся. Очень интересно. Останавливаясь на Суздале, хочу сказать, что очень рекомендую здесь отдых. Здесь прекрасный отдых с детьми, именно поэтому мы здесь остановились. Здесь все в пешей доступности, достаточно демократичные цены. Развлечения в виде речки, парома, лошадок, пони, нормальная еда, природа, близость от Москвы, если вы москвичи или где-то в области. Мы именно из этого тоже, в том числе, выбрали этот город для отдыха. Так, город маленький, не напомню сколько тысяч жителей, то здесь практически, где бы вы ни остановились, вы очень близко находитесь от центра. Ну, такой небольшой экскурс по городу. А теперь я вам покажу свой джемпер, который я начала, но не успела закончить. Вот мой махеровый джемпер, который я очень хотела связать в Суздале. К сожалению, не успела, довяжу его дома. Я его вязала в дороге, связала где-то часть, начала его вязать в пути, когда уже разделила на рукава и тело. Получается, в поездке, ну, точнее здесь в путешествии, я его связала все тело, не закончила нижнюю часть, потому что я не знала, как его лучше закончить без резинки, с резинкой, какого цвета, вот пока оно у меня на спицах. Еще я успела связать рукав один. Сегодня, я надеюсь, что я закончу манжет, вот именно закрытие петель. Связала его, как видите, узким манжет, свободный рукав, но он не сильно, он полуприлегающий по телу, просто он очень контрастно смотрится на фоне вот такого узкого манжета. Сократила здесь петли в два ряда, поэтому получилось, ну, вот так резкое сужение на манжет. Решила манжет сделать розовым, предполагала я, что будет у меня манжет телесного цвета, как в части, в горловине, но решила сделать его более, ну, таким оригинальным, не совсем, чтобы было однообразно, поэтому будет вот такой розовый. По низу я решила сделать маленькую резинку, аналогично горловине, здесь будет все подобно. Тоже сделать цвет вот такой бежевый. Что касается вот этой полоски, предполагала я ее сделать или голубой, или коричневый, или голубой с коричневым, но остановилась именно на коричневый, чтобы не было контрастов, чтобы были подобные цвета, потому что, как мы знаем, коричневый, розовый, это все оттенки красного цвета, поэтому они смотрятся достаточно гармонично. Здесь еще в коричневом, сейчас покажу поближе, я добавила очень тонкую нить люрекса, вот так это смотрится, вблизи даже не видно разницы между бежевым и розовым, очень интересно смотрится на теле, слабый-слабый такой переход получается, я хотела сделать такой достаточно благородный переход цветовой. Что касается спиц, я вязала его весь на четверке, рукава связала на четыре с половиной, ввиду того, что рукава я вяжу чуть плотнее, но считаю, что этого делать не нужно было, потому что по конфигурации петля на четверке и на четыре с половиной разницу все-таки имеет. Петля на четыре с половиной более пухлая, может быть здесь не так заметно, но я это чувствую при вязании. Это вот рукав четыре с половиной, это тело на четверке, поэтому в следующий раз, скорее всего, буду взять только на четыре. Что касается перемены цвета, разница в цветах невысокая, поэтому переход незаметен, я еще постираю, это будет меньше видно. Это у нас внутренний шов рукава, перекручивала нити. Я не стала справлять рядность в первом последнем ряду цвета, когда нужно провязывать предпоследнюю петлю, там нижнюю петлю предыдущего ряда, ничего этого делать не стала, просто провязала про кругу, перекручивая нити, этого достаточно. Здесь я потом подошью внутренней ниткой, чтобы не было растянуто. Я хотела сделать этот махеровый джемпер не сильно объемным, как видно, он небольшой по ширине. Прибавки делала в проймах, не в проймах, а в регланных линиях, не в каждой втором, не в каждом втором ряду, а в каждом, по-моему, третьем ряду, поэтому расширение получилось не резкое, а плавное. Соответственно, у меня тело узкое и рукав тоже умеренной ширины, но пройма на месте. На этот джемпер я взяла три мотка вот такого нюдового цвета и три мотка розового цвета. Коричневый был дома, люрекс тоже. В итоге у меня зарасходовано, но у меня еще не связано про тот рукав, вот это начат. Снизу я еще не подвернула, вот у меня так, с подвязанной резиночкой мотки. И еще совсем не тронутый остался вот розовый цвет, пряжа экофил, а нюдовый цвет это ланагата. Я не смогла вот именно у одного производителя, я хотела найти ланагата, нужного мне цвета и оттенки, но не нашла. Поэтому совместила разных производителей. Но по пушистости, по всей структуре они одинаковые, поэтому все в порядке получилось. Это все мохер на шелке. Это, кстати, мой первый мохеровый джемпер, который я вяжу для себя и буду носить. Но считаю, что у меня опыт удался. Недавно у меня был хлопковый джемпер, наверное, теперь меня не остановить. Буду вязать, вязать, вязать. Но, как видите, у меня тот был полосатый, это полосатый. Все-таки я люблю сочетать цвета. Попробую здесь еще сделать с косичками, но посмотрим, что получится. В общем, вот такой процесс, который я хотела закончить в городе Сустан, мне не удалось пока. Не успела, потому что много отдыхали, гуляли. Ну, успеем. Привет-привет! Теперь мое включение происходит из дома. Сейчас я вам хочу показать, что я купила на Алиэкспресс. В последнее время я достаточно много у них всего покупала. Оно все приезжало в разное время. Наконец все переехало, оно все у меня. Я хочу показать. Это совершенно разные товары, но так или иначе они связаны с творчеством. Еще я купила набор мотков, я их покажу. И неожиданно я связала корзины с трикотажной пряжей. Меня поросила моя подруга, я их тоже покажу. Такое небольшое включение. Сейчас я переведу видео на стол и буду вам все показывать, что здесь у меня есть. Вот мои покупки, которые совершила на Алиэкспресс в последнее время. Все они приехали в разный период. Некоторые доставки пришлись на период пандемии, некоторые отменились. Но то, что приехало, я хочу вам сейчас показать. Начну, наверное, я вот с этих щипцов. Эти щипцы для зажима кнопок. Отдельно приобретаются кнопки, отдельно щипцы. Кнопки я взяла серебристые, хотя они есть в наборе. Не в наборе, а в ассортименте черные, золотые, какие-то еще. Но это обычный хром, который наиболее распространен, в принципе, и в использовании в одежде. Читая отзывы, в принципе, я обращаю внимание на количество покупок, на то, что говорят покупатели, приобретая в том или ином магазине товар. Здесь прорезиненные вот такие ручки. Но почти в каждом магазине на Алиэкспресс одни и те же товары. Есть вот такие щипцы. Есть чуть попроще, но знаете, как пишут, что начинают пользоваться и что-то отламываются. Там ручка или какой-то шуруп вывинчивается. Надеюсь, здесь такого не будет. Какое-то время они мне прослужат. Также бывают еще зажимы для кнопок и для люверсов стационарные. То есть, такая большая машина к вам приедет и нужно просто рычагом опускать под давлением пресс. И он зажимает кнопку. Но мне не нужен такой серьезный агрегат. Я взяла вот такие щипцы. Брала я еще эти щипцы. Я оформляла покупку, когда я еще делала продажи на Этси во время моего малыша Йоды, которого мне заблокировали. К сожалению, я очень надеюсь, что я вернусь на Этси. Поэтому, скорее всего, мне эти щипцы все пригодятся. Это у нас щипцы для изготовления люверсов, отверстий. В комплекте идут вот такие золотые. Почему-то я не заказала отдельно серебристые люверсы. Может быть, там нигде не было, вероятно, но уж точно в одном изделии золотой цвет и серебристый я использовать не буду, потому что это некрасиво. Ну, такие какие-то обыкновенные щипцы для одного и для другого. Перейду вот к этому мотку веревки. Эта веревка толщиной 2 миллиметра и здесь 50 метров. Да, так и не скажешь на самом деле. Я, честно говоря, предполагала, что будет какой-то более крупный моток. А эта веревка больше толщины. Здесь, по-моему, то ли 3, то ли 4 миллиметра. И взяла ее, чтобы обвязывать вот этой более тонкой веревкой, бечевкой. Более толстую, чтобы формировать какие-то донышки и отдельно детали. Но, честно говоря, я разочаровалась в покупке джута и вот таких веревок на Алиэкспресс, каких-то расходных материалов. Потому что то, как долго они ко мне ехали, это не поддаются никакой критике. Пока рассказывала про веревку, вспомнила, что я же еще заказывала вот такую тесьму. Очень дешево, очень красиво, но очень долго. Сейчас я немножко размотаю. Я еще не успела ее использовать. 100% хлопок. И здесь есть вот такие капроновые, ну, как леска, ниточки, которые сдерживают, ну, вот эти зубчики. Не знаю, это все снимается или нет, я еще не пробовала. Да, вот снимается. Видимо, пока они ткут эту тесьму. Вот так проклад можно снять. Очень красивая тесьма. Здесь это стоит в 10 раз дороже. Я отдала за нее, там, например, рублей 100. И здесь, ну, там, 5 метров. Ну, однозначно, это гораздо дешевле и с тем, что продается в России уже. И, на самом деле, ища какие-то аксессуары, вот такие, отделку для изделий, на Алиэкспресс, я очень много вижу тех изделий, которые продаются здесь. У нас просто каких-то тканевых и магазинов швейной фурнитуры. Вот такая тесьма. Вот такие еще я приобретала звездочки. Половину упаковки у меня уже забрали. Эти звездочки бусинки. Здесь видно, что есть внутри отверстие сквозное. Пришивать их можно только швейной ниткой. Пряжная нитка не подойдет. Но только если какой-нибудь мохер на шелке. Купила я эти звездочки, чтобы украсить детский джемпер. Потому что джемпер со спины и спереда, он абсолютно одинаковый. И ребенок, когда сам одевается, он не знает, где за таки вперед. Вот это встряхнуть его. Посмотреть, где более глубокая горловина. Еще так, ну, сложновато. Поэтому я решила вышить просто джемпер впереди звездами. И все будет очень понятно и ясно. И тем более красиво. Смотрите, какая красота. Тоже какая-то бросовая цена за эти звездочки. За тихонкое количество. Здесь, конечно, в магазинах фурнитуры все дороже. Вот эта лента упаковочная. Прилипла. Выполнена она из бумаги тишью. Я, конечно, думала, что придет ее гораздо больше. А такого упаковочного материала мне не хватит. Наверное, даже на одну посылку. Потому что такую стружку я использую не для украшения. Для того, чтобы, укладывая изделие в коробку. Изделие, которое меньше, чем коробка, не болталось в ней. И не помялось, не потеряло свой вид. Поэтому эту стружку я буду использовать с такой же бумагой. Ну, уже купленную здесь. Вот это точно не буду покупать в Китае. Ждать. Потому что нет никакого смысла. Здесь в России тоже можно очень задешево купить вот такую упаковочную ленту. Давайте покажу вот эту очень интересную покупку. Я ее долго ждала. Это маркеры металлические. Почему я решила купить такие маркеры? Потому что вязав какое-то изделие, я поняла, что обычные пластиковые маркеры делают мне расстояние между петлями, которые они разделяют. И я поняла, что мне нужны вот такие очень аккуратненькие, невидимые маркеры, которые не будут мне мешать в вязании и провязывать петли, чтобы между ними не было более крупного расстояния. Здесь они, можно сказать, трех цветов. Бронза, серебро и вот такое теплое золото, какая-то латунь. Очень хорошо раскрываются. Ну, по принципу булавочки. Вот так они работают и застегиваются. Я думаю, что будет ими очень удобно пользоваться. Долго ждала эти маркеры, но вот они наконец приехали. Здесь их штук с топом. В общем, какое-то дикое количество. Хватит мне надолго. Даже золотой здесь разного цвета. Вот желтое золото и красное золото. Замечательное приобретение. Еще какие-то черные есть. Очень здорово. И последняя моя покупка на Алиэкспресс. Это подставка по телефону для съемок. У меня есть штатив, у меня есть точно такое же крепление для телефона. Оно у меня уже разболталось и отлетело, что самое неприятное. Вот здесь такая прорезиненная накладка. Я не думала, что она несет какую-то очень серьезную функцию. Но оказалось, без вот этой резинки телефон просто вылетает из вот этого крепления. Поэтому я купила запасное. Точно с таким же принципом. Потому что мне удобно именно пользоваться таким прозрачным, такой скобой. Ждала я его. Второе крепление у меня, если сломается, то у меня зато есть запасное. Вот таким я пользуюсь. То, что остается за кадром. Сейчас я покажу матки. Вот такие я купила моточки. На джемпер буду вязать альтернативу махеру на шелке. Это у нас альпака на шелке фирмы Drops. Вот такой красивый цвет. Не знаю, почему такой цвет я выбрала. Хотела что-то может быть телесное, но телесные махеровые у меня уже есть. Поэтому сделала такой альтернативный. Как вы видите, однотонный. Наконец-то у меня будет что-то однотонное, не полосатое. Здесь у нас 77% альпаки, 23% шелка. Альпака Silk от Drops цвет номер 14. На камере он хорошо передается. Очень похож. Такая, ну не знаю, талая вода. Такой голубой с серым отливом. Будет у меня джемпер, скорее всего, с горловиной. Я посмотрю. Не знаю, каким рисунком. Ну или, может быть, знаю. В общем, мысли еще разные. Много. Они такие разрозненные. Опережать их не буду. Но это точно будет джемпер. И совершенно точно в ближайшее время я хочу его связать к сентябрю, к концу лета. Дай бог мне это все получится. Уж очень-очень он мягкий. И, ну что сказать, наверняка он будет мягче к телу, чем мохер. У него нет такой какой-то колкости у альпаки, в отличие от мохера. Если вы хотите какой-то мохер наверняка, чтобы вам не кололся, то приобретайте дорогой. Платите рублем. Например, Лана Гросса, Рейко, Рован и еще много разных мохеров, которые наверняка будут вам приятны. Или заменяйте вот так альпакой на шелке. Но альпака на шелке, она не такая воздушная. Получается в полотне более тяжелое, такое скомканное волокно получается. Но это характерно для шерсти альпаки. Вот так. А теперь, а теперь покажу вам корзины. Впервые из-под моих рук вышел вот такой набор. Заказала мне его моя подруга. Захотела две большие и одну среднюю корзинку. Я купила два мотка. Сейчас покажу, каких. Но пока я вязала, так получилось, что я их вязала, находясь в больнице. И, в общем, девушка по палате у меня купила вот такую крупную. Надеюсь, моя подруга этого не услышит. Поэтому я связала из оставшихся мотков вот такие две корзинки. И сейчас я вам могу сказать, сколько хватит двух мотков. В принципе, на какое количество корзин. Потому что я когда искала, как связать корзины, сколько тратится пряжа, потому что понятия не имела, какой расход. Я вам могу сейчас сказать. На два мотка у вас будет расход следующий. Вы сможете связать вот такие две крупные корзины. У нее здесь диаметр порядка 18 сантиметров. И вот такие две маленькие. Вот такую среднюю, небольшую, диаметром где-то 12. И вот такого малыша. Единственное, я хотела это сделать стаканчик. То есть, в принципе, здесь уже можно закрыть, если нужна просто маленькая коробочка. Но я ее сделаю чуть-чуть повыше. Я докуплю трикотажную пряжу и сделаю повыше этот стакан, чтобы можно было себе ставить ручки, карандаши. И, как я предполагаю, например, кисти для макияжа. Какую я покупала пряжу? Пряжу у меня с Альтера. Вы не представляете, я так удивилась еще. Производство в городе Екатеринбург. Вот есть такое ИП зарегистрированное. Есть у них Инстаграм. Если кому интересно, вот смотрите. Контакт на телефоне и даже сайт. В общем, какая-то официальная компания. Вязала я крючком номер 8, чтобы было очень плотно. Можно даже стирать эти корзины. У меня стопроцентный хлопок, потому что не меланжевое, так полагаю, это полотно, а просто обычного цвета. Не знаю. Цвет номер 9. Написано просто ручкой. Не на всех мотках было, кстати, написано. Вот такая ширина нити. 100 метров в мотке. Вот, значит, с 200 метров получается вот такое количество корзин. Как вы видите, я вязала вот такими узорами галочками. Вот такое донышко. Конечно, это гораздо красивее смотрится, чем обычные столбики без накида. Ну, разобравшись, как связать, на самом деле ничего сложного нет. Просто болят пальцы, на самом деле, после этих корзин. Вязать-то надо плотно. Держишь корзину, крючок, вытаскиваешь, проталкиваешь. И у меня пластина большого пальца немножко так... Ощущение было, что отходит от кожи, потому что она вся болела от пальца. И болели пальцы вот здесь и ладонь, ну, вот запястье. Потому что усилие прикладываешь. Конечно, это можно все натренировать. Но у меня это было впервые. Я хотела очень успеть скорее-скорее взять корзину. Тоже пойду за корзинкой. Но такого цвета нет, поэтому я буду покупать темно-синий тоже по согласованию с моей подругой. И свяжу еще одну вот такую крупную корзину. И довяжу вот этот стакан чуть-чуть повыше. Там, конечно, у меня еще останется. Может, я еще одну какую-нибудь корзину свяжу. Хотя, не знаю, вряд ли. В общем, вот такое у меня еще получилось творчество. Надеюсь, вас тоже на это вдохновлю. Я вам пожелаю хорошего отдыха и лета. Оно еще все впереди. У нас еще есть июль и август в запасе. Поэтому успевайте с теплыми деньками отдохнуть и набраться сил и энергии к текущей осени и лету. Пока!